Очень часто на первом году жизни у родителей возникает одна проблема с малышом. Это его кожа, изменение на коже. К месяцу у ребеночка часто возникают красные элементы, иногда с гнойными головками, на коже лица, шеи и груди. Раньше говорили, что ребеночек цветет. Сейчас при приеме у педиатра вы услышите слово аллергия. Но так ли это на самом деле? Истинна ли это аллергия? Нет, конечно. Это некое состояние, оно близко к физиологическому, когда ребенок просто адаптируется к окружающему миру, и его организм переживает свои этапы развития. Ничего с этой сыпью делать не нужно. Если ребеночек на грудном вскармливании, пожалуйста, продолжайте свою гипоаллергенную диету кормящей мамы. Больше ничего. Единственное, что я могу порекомендовать и рекомендую каждый раз, это при возникновении каких-либо проблем со здоровьем у ребенка старайтесь выдерживать промежутки между кормлениями. Старайтесь не перегружать желудок малыша, чтобы пищеварительная система работала физиологически, и все органы системы выполняли свою функцию без перегрузок. Не перекармливайте ребенка. Позже, на первом году жизни, в возрасте 3-4-5 месяцев, также могут возникать проблемы на коже. Если ребенок уже получает прикорм в это время, внимательно проанализируйте, введите пищевой дневник, какой продукт введен был последним и какой мог вызвать такую неблагоприятную аллергическую реакцию на кожу малыша. Мы его немедленно убираем, ждем чистой кожи и потом вводим не его, а другой продукт по схеме прикорма. Конечно, за кожей малыша надо ухаживать правильно. Необходимо иметь в арсенале детский крем, детское масло. Если возникает сыпь, то педиатр порекомендует вам специальные крема, которые снимают раздражение и воспаление на коже малыша. Не купайте малыша в травах. Это не показано ребенку при аллергической сыпи. Даже если это псевдоаллергическая сыпь, которая, как правило, бывает именно на первом году жизни. Почему псевдоаллергическая? Потому что это не истинная аллергия. Это аллергия, которая проходит с возрастом, поэтому мы называем ее псевдоаллергической сыпью. Как правило, изменения на коже на первом году жизни связаны с проявлением эксцидативно-катарального диатеза у ребенка. Мы знаем, что диатез – это аномалия конституции, и, казалось бы, ничего не надо делать. Это не совсем так. Если есть такая аномалия конституции, которая вызывает на коже изменения, а может быть изменения стула, конечно, мы можем помогать ребенку расти и можем корректировать эти отклонения. Каким образом? Придерживаясь гипоаллергенной диеты и среды обитания, то есть, что имеется в виду. Кормящая мама должна кушать только гипоаллергенные продукты. Ребенку мы вводим при корм исключительно гипоаллергенными продуктами и очень постепенно. Кроме того, ограничьте контакт с ребенка с бытовыми аллергенами. Это пыль, это шерсть животных, это химические вещества, которые мы используем в быту. Стиральные порошки, средства ухода за ванной комнатой, за кухней. В лечении эксцидативно-катарального диатеза большое значение имеет поддержание и внутренней среды организма. Я имею в виду кишечник. При возникновении сыпи обязательно у ребенка должны быть сорбенты, например, энтеросгель или лактофильтру. А также необходимо по анализу каландисбактериоз разобраться, какой же флоры не хватает в кишечнике. И восполнять эту флору пробиотиками достаточно долго. Так можно скорректировать проявление эксцидативно-катарального диатеза. Продолжение следует...